Корги Кекс, я между прочим, ужас летящий на крыльях ночи. Я Чёрный Лис, у меня есть бекори, королевский Корги Кекс. Всем коржачий привет! Я Чёрный Лис, я ужас летящий на крыльях ночи. Меня зовут Корги Кекс, и я второй в России Корги видеоблогер. Моё полное имя Великий Принц Кександр 14. Но те, кто на меня подпишутся, могут называть меня просто Кекс. Я брат Корги Коржика, и с нами живут ещё две дворняшки. Хаски-бандит и Бублик. Если ты не подпишешься на мой канал и не поставишь лайк, то они придут к тебе ночью и укусят собачок. Хе-хе-хе-хе. Ура! Человек-дед приехал. Он вернулся из санатория. Человек-дед, а ты похудел. Тебе там что, неправильный корм давали? Капец! Слобные врачи-человеки хотели контрапупить нашего человека-деда. Пошли мы нормально тебя покормим нашим любимым кормом Сириус. Да, там куча мяса и полезных веществ. Посмотри, какая у меня шерсть красивая стала. Ну посмотри, это потому что я ем три мяса с овощами. А я сильнее стал в сексиллион миллионов раз, потому что в нашем корме полно витаминов. Парни, а мне кажется, мы зря собираемся кормить человека-деда нашим кормом. Точняк, а если ему понравится, это же он всё сожжёт и нам не оставит. Прости, человек-дед, мы, конечно, очень рады тебя видеть, но забудь всё, что мы тебе говорили о нашем корме Сириус. Парни, побежали срочно кушать, а то он его точно слопает. Фух, успели. И чья была идея накормить человека-деда нашим кормом? Брателло, вообще-то твоя. Но сейчас волосатая сиська, как обычно, попытается свалить вину на других. А если бы человек-дед на самом деле слопал бы весь наш вкусненький корм Сириус, что бы мы тогда делали? Да, парни, простите, я что-то не подумал. Пусть человек-дед свою человеческую пищу кушает. Вот именно. Но, кстати, даже если бы он съел наш корм, мы бы ещё купили. Корма Сириус бывают с разными вкусами, которых мы ещё не пробовали. А купить их можно на любом маркетплейсе и в зоомагазине. Так, парни, хорошо, что человек-дед приехал, но у нас теперь возникает проблема. Его, человечиху и старшего человека надо спасти от волон-де-морта. Да, коржата, я напомню, что с нами произошло на предыдущей неделе. Младший человек играл в новую игру, Хогвартс Легаси, и мы зачем-то с дурой решили поступить в этот вонючий Хогвартс. Нам прилетела сова с письмом из школы о том, что мы приняты, и принесла с собой распределяющую кепку. Ещё тогда нам надо было задуматься, что что-то тут не так. Ого, там учатся самые коварные злодеи. Ну, правильно. Кто у нас самый коварный злодей? Я самый коварный злодей. Хе-хе-хе. Всё, берегитесь, волчары. Вот, учат меня всяким заклинаниям страшным, и я вас начну ими пугать. Из тебя злодей, как из кексотабуретка. Мы тебя не боимся, понял? Так, давайте я буду следующим. Когтевран. Чего? Чё за дурацкие названия у этих факультетов? Когти рван? Рваные когти? Ублик, не когти рван, а когтевран. Хе-хе-хе. Ржу не могу. Рыжий соплей, и тут что-то кошачье досталось. Что-то там про когти. Говорила тебе, поцелуй стеглицы до добра не доведёт. Хе-хе-хе. Короче, кепка в очередной раз подтвердила, что боблик, хоп. Ничего-ничего, шутите-шутите. Смёться тот, кто смёться последний. Следующий на очереди кекс. Ну давай, иди сюда. Пуффиндуй. Хе-хе-хе-хе. А я так и знал, что кексу достанется Пуффиндуй. У него же есть супер-пук. Но теперь мы его будем называть Пуффиндуй. Капец! Это название факультета реально на пук похоже. Блин, ну почему мне так не повезло? Так-так-так, а на какой факультет распределяют меня? Ну-ка, младший человек, давай напяливай на меня эту распределяющую кепку. Гриффиндор. И что это значит? Это хоть нормальный факультет? Нормальный, нормальный. В нём как раз Гарри Поттер учился. Крутизна невероятная! А чего такого хорошего этот Галли сделал? Младший человек, ты расскажи нам, а то стыда будет приехать в Хогвартс и не знать, что у них там творилось. Ну как вам сказать? Гарри Поттер это парень, который как бы смог победить главного злодея. Чё имя нельзя называть? И в чём прикол? Почему главного злодея нельзя называть? Ага, непонятно. Вот всем известно, что я коварный злодей. Меня зовут Великий Кок Третий. Ну просто все очень боялись называть это имя, поэтому не называли. А как его зовут, этого злодея-то? Его зовут Волан-де-Морт. Имя как имя. Великий Прынский Ксентр 14 намного круче звучит. Спасибо, бандюганчик. И так чё, этот Гарри Поттер его победил? Ну так, в книжке написали и в фильме сняли. То есть, ты хочешь сказать, младший человек, что это твой Воланчик? Не Воланчик, а Волан-де-Морт. Ну ладно, ты хочешь сказать, что твой Волан-де-Морт жив и его Гарри не замочил? Вот именно. Более того, Волан-де-Морт сейчас ищет тех, кто сможет сравниться по силе с Гарри Поттером. И особенно тех, кто попадает в Гриффиндор, для того, чтобы устранить их. И специально для этого он создал игру, которую назвал Хоквартс Легаси. И в того, кто долго в неё играет, вселяется частичка великого Волан-де-Морта. Спасибо, что дали мне понять, кто из вас попал в Гриффиндор, вонючие собаки. И теперь мы должны понять, как выгнать Волан-де-Морта из младшего человека. Бандит, иди сюда! Капец, бандюганчик, он опять тебя зовёт. Надеюсь, он там тебя не сожрёт. Что, небось обсуждаете, какой я плохой? Не, ну что ты, младший человек, ой, простите, великий Волан-де-Морт. Мы просто беспокоимся об остальных человеках в этой квартире. Ой, ничего я с ними не сделаю, не переживай. Моя цель не допустить становления нового Гарри Поттера. И чё? Из-за того, что я попал в Гриффиндор, ты меня грохнешь? У тебя есть возможность избежать этого. Если ты будешь работать на меня, я научу тебя специальным заклинаниям. С их помощью ты заберёшь всю магию у Бублика, Коржика и Кекса. И вместе со своей суперсилой всё отдашь мне. То есть ты мне предлагаешь придать свою стаю? Они же мои лучшие друзья, а Бублинцы вообще родной сынуля. Ну зато тогда все останутся в живых. Я обещаю никого не трогать. Хорошо, я согласен. Что нужно делать? Для начала я обучу тебя заклинанию подчинения. Надо выпучить глаза и сказать Империус! И тогда тот, на кого ты смотришь, будет тебе беспрекословно подчиняться. Ну у нас был пульт по управлению человеками, и мы, кстати, тобой управляли. Вы управляли не мной, а тело младшего человека, в которого я вселился. А, ну да, простите, всё время забываю об этом. Так вот, заклинание Империус намного круче, чем ваш пульт управления. С помощью заклинания ты сможешь заставить псов отдать всю магию. Запомнил, что надо делать? Да запомнил, запомнил. Надо выпучить глаза и сказать Империус. Ну всё, иди. Жду от тебя результатов. Ну чё, бандюганчик, чё он от тебя хотел? Ты понял, как сделать так, чтобы выгнать Влон-де-Морта из младшего человека? Может просто пойдём и наваляем этой вонючки? Если вы сыты, я могу пойти сам ему навалять. Потому что я чёрный лис, я ужас летящий на крыльях ночи. И я намного крупнее младшего человека, или кто он там сейчас. Так что справлюсь без проблем. Блин, лопаухи-гномики, ну откуда у вас эта мания величия? Ну с чего вы считаете, что вы огромные звери? Вы же малявки. Мы не малявки, мы огромные коварные лисы. Раза в три больше вас. Вы раза в три толще. Хе-хе-хе. И вообще, вы булочки с повидлой. Ты чё, офигел обзываться? С чего это мои булочки с повидлой? Да, у нас попы на булочки похожи. Это правда. Но это часть крыльячей красоты. Ага. Но только после того, как вы дизлайк на улице поставите, у вас попа становится грязная. И похожа на булочку с повидлой. Как вы думаете, почему человеки вам не только лапы, но и попу моют? Капец. Бандит, ну запозорил он. На моём канале всем рассказал, что у меня попа бывает грязная. Это позор. Вот зачем ты это сделал, бандит? Мы же договаривались никому об этом не рассказывать. Да, папася, ты перегнул палку. Я их просто так назвал булочками с повидлой, а ты их главный секрет всем рассказал. Предлагаю объявить бандиту бойкот и вообще уйти из дома. Да, мы с тобой больше вообще никогда разговаривать не будем. Вы что, не поможете мне выгнать Волан-де-Морта из младшего человека? Даже я не собираюсь тебе помогать. Я уйду из дома вместе с ушастыми фрикадельками. Ты поступил очень подло. Ах так? Никуда вы не пойдёте. Империус! Капец! Коржата кексы! Ну что я такого плохого сделал? Напишите в комментах, неужели я неправильно поступил? Мы же постоянно друг друга подкалываем. Что такого в том, что я всем рассказал, что Корги моют попу? Все же моют попу! Кстати, вы же её тоже моете. Теперь мне пришлось использовать этот Империус и подчинить их своей воли. А что происходит? Бандит, почему Бублик, Коржик и Кекс застыли? Человек-дед, ну как же ты не вовремя? Придётся и тебя тоже подчинить. Империус! О, прикол! В отличие от Бублика, Коржика и Кекса, Человек-дед шевелится. Жду твоих приказаний. Блин, стрёмные они, конечно, под действием этого заклинания. Глазища огромные, жуткие. Так, ладно, Человек-дед, а ну-ка спляши. Ага, значит, Человеки полностью мне подчиняются. Ну почему же эти гаврики застыли? А ну-ка, Бублик, Коржик и Кекс, мяукайте. Ничего не понимаю. Почему заклинания не действуют? Ну что, есть результаты. Да тут какая-то странная история случилась, уважаемый Волан-де-Морт. Я сказал Империус, и Бублик, Коржик и Кекс застыли вот с такими глазами и не шевелятся. Хотя вон, Человек-дед под этим заклинанием выполнил все мои приказы и сейчас сидит в кабинке и сам себе моет лапы. Хе-хе-хе-хе. Ну правильно, у твоих собак их магия не дает им выполнять твои приказы. Иди забери ее, и тогда они будут полностью тебе подчиняться. Я их не трону, как и обещал. Главное, отдай эту магию мне. Я сейчас, конечно, глупо вопрос задам. Но почему вы сами не пойдете и не заберете магию Бублика, Коржика и Кекса? Почему это должен делать я? Ну, тут такая ситуация. Неужели великий злодейский маг не такой уж и маг? Я понял! У тебя вообще нет магии, и ты хотел, чтобы я ее тебе принес на блюдечке? Ах ты, скотина-скотинская! Ты меня обманул, угрожая нас всех грохнуть, а я повелся! Как ты догадался, подлый пес! Да, я хотел, чтобы ты принес всю вашу магию, поэтому научил тебя заклинанию Империус. Потому что у меня все еще очень мало сил. А это заклинание мог выполнить только сильный маг, как ты. Хе-хе-хе-хе-хе. Я раскусил тебя, вонючий колдун. Побудь-ка в шкуре раба, Империус! Что прикажете, о великий хаский бандит? А ну быстро свали из младшего человека, и чтобы я тебя больше в этом мире не видел. Ой, что это было? Тут много чего произошло, младший человек, с возвращением. Ты извини, у меня еще тут дела кое-какие надо закончить. И что, ты после всего этого нас просто разморозил и все? Ну да, сказал Хасямба-Масямба, заклинание Империус, Суберамба. И больше ты ничего не делал? Да нет же, говорю вам, я сразу понял, как победить Волан-де-Морта, и поэтому согласился типа вас предать. Я запланировал каждый шаг. И ты точно никому не рассказывал о нашем секрете про попу? Что вы, что вы, конечно нет. А почему тогда в комментах все пишут, что ты неправильно поступил? Ты всем рассказал про булочку с повидлой, а потом стер нам память? Ай-яй-яй-яй, ну я извиняюсь, о великие лисы, я хотел как лучше. Ну все, тебе капец, вонючий волчара. Коржик, давай его сожрем. Спасите, помогите, на меня лопали бешеные корги. Субтитры сделал DimaTorzok